МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомелюстуды и працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Николе не забудем, мемориалах вярам спаленных вёсок плануется открыть в Светлогорском районе. Головная задача обороны правов и интересов працующих в областном объединении профсоюза отбылась асправоздашно-выборная конференция. В ритме вальса сегодня у Гомеля в першиню пройшел областный кадетский баль. А зараз об этим и иншим больше подробно. Зарплаты, пенсии, будовництво жилья, здоровье людей. Как больше эффективно працовать в этих сферах? Президент обмерковал ключевые пытания с керавництвом Совета Министров. У подрыхтовцев до этой размовы прыма удел самый широкий пул экспертов, гэтые мясцовые органы влады и правооховники, и профильные ведомства. На парадку дня пропановы самого широкого спектра. Тому яны повинны отповядать фундаментальным принципам держполитики. Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто-то ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Вот будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены, народ определится. Мы будем проводить спокойно, целенаправленно, реализовывать те замыслы, которые есть, и перемены эти будут абсолютно спокойными, нереволюционными. Практика такого диалога с распроцовщиками проектов правовых актов «Иснуение» первый год и показала свою эффективность. Урад дает полную информацию по перспективных документах и тут же разом принимаются певные решения. На этот раз на столе президента проекты экономичного кшталта. До приклада пропоновывается механизм выключения недобросумленных форм посередництва в работе держпродприемств, потенциальная гэта и новая краница сродков для реального сектора и, соответственно, додатковая находа для повышения зарплат работника. Социальные аспекты цикавят президента перш за усёх, керавник державы потребует оценку по кожным испытаниям, как принятые решения поуплывают на житё конкретного человека. До конца не решён вопрос стоимости строящегося жилья. Ну что там греха таить? У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строить жильё, они просто рвутся в эту сферу, чтобы получить кусок земли, построить дом, а потом продать квартиру. Все они стали миллионерами как минимум. Долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Все, кто серьёзно занимался этим строительством, спрашиваются, откуда такая прития. Даже Америка не знала таких темпов. На Россию нечего равняться. Там миллионеры и миллиардеры появились после приватизации обвальной, особенно в сырьевом секторе. Это плохо, но у нас этого нет, не должно быть. Спрашивайте вопрос, откуда так быстро разбогатели эти люди? Ну, слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой труд, а не то, что ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счёт тех, кто покупает это жильё. Это ненормально. И если мы, имея жильё, или присутствующие здесь, имея жильё, в шоколаде себя чувствуют, как в народе говорят, и забыли о нуждах людей, это плохо. Я это не забыл. Под час нарады говорили и про глобальные выники минулого года, а так само про самые актуальные пытания, какие тычутся поставок сыровины для белорусских предприемств. На веки живые журботный митинг Рыквием прошёл сегодня на месте спаленной фашистами вёски Аллау в Светлогорском районе. Тут 76 годов тому, минавито 14-го студеня, карники спалили 1758 мирных жихаров Аллы и новокольных вёсок. Зараз на месте трагичных падей братское похование. Худка тут з'явится великий мемориальный комплекс, его взведение на контроле у старшини гомельского обл. выконкама Геннадия Соловья. Марина Джалая с подробностями. От шоссе до малявнейших местинов, где неколегучали дитячие голосы, своим ходом ушло звычайное селянское житё – 4 километры. Зараз тут высится лес, посеред якого на поляне братское похование. Под гранитными плитами 1758 мирных жихаров Аллы и еще шести суседних вёсок. Сирот их – 950 неповинных дятей. У сего гэта як 12 хатыняв. Трагеды отбылась от 14-го студеня у шесть гадин ранницы. Аллу з усих баку окружил немецкий карный отрад. Спочатку людей сагнали у великую колгасную адрыну, а потом забирали особными группами и спальвали у хатах. Такие места их нельзя забывать. И это то, к чему мы должны возвращаться в рассказах, в беседах с нашими детьми, с внуками. Это нельзя забыть никогда. И если будет здесь современный такой комплекс, который будет привлекать туристов, конечно же, это станет одной из точек исторического маршрута Гомельщина. Яши некольких годов тому история вёски Алла широко вядомы декладно не была. А зараз под рабязностью трагичного лесу населенного пункта знаёмые не только жахарам Гомельщины, але и бадай, что усё Беларуси. А б тым, что у память спаленных фашистами мирных жахаров тут сбираются побудовать мемориальный комплекс, ведая и президент краины Александр Лукашенко. Почас сустречы керавника державы с будущими медиками и их выкладчиками от студентки Гомельского медуниверситета Татьяны Романюк пригучала просьба подтримать инициативу взведения мемориалу и пропанова принять удел у открытии комплексу. Вы знаете все, как Александр Григорьевич отозвался, откликнулся, сказал, что не только нужно посмотреть и улучшить проект, но нужно и финансово поддержать эту идею. И пообещал приехать к нам сюда на открытие мемориала. Летость улетку в Светлогорском районе пройшел пленэр скульпторов. Маэстры створили каменные скульптуры, в яких адлюстровали трагичный лез везки Алла. Все летояны станут частками мемориального комплекса у память об неповинных ахвярах фашизму. Открытие мемориалу плануют перемирковать до 75-ти годы перемоги у Великой Айчинной войне. Правильно было сказано сегодня, что мир познается в войне. И вот это место должно быть тем учебником, той страницей истории, где молодежь будет понимать, насколько ценен сегодня мир. Поэтому я думаю, что нас ждет очень большой, интересный проект, который будет реализован в Гомельской области. И мы все с вами получим еще одно место преклонения, куда будем приходить и приводить своих детей. Так само на Братской могиле пройшел завершальный районный этап республиканского проекта в славу огульной перемоги. Два месяца активисты районной организации БРСМ удельничали у заборы земли зу зих 17-ти братских похований Светлогорщины. Для больших худших уладкований мемориалу будет открытый доброчинный рахунок. Ахвярование на его сможет внести любые необыяковы до этой годной справы человек. Видеоролик про трагичный лес везки Алла рихтует телерадио компания «Гомель» при поддержке Светлогорского райвы Конкама. Марина Джала, Валерия Гапанько, телерадио компания «Гомель», Светлогорский район. Протягиваем выпуск Алексей Няверов, первовыбранный старшинёй Гомельского областного объединения профсоюзов. Такое решение приняли делегаты 7-й справоздачно-выборной конференции этого громадского объединения. С достигнениями и задачами профсоюзов ознайомились наши корреспонденты. Областная справоздачно-выборная конференция подводит выник кампании, якая проходила на Гомельщине в минулом году и провела до значного обновления кадров. У першинёй обраны больше 900 старшинёй первичных организаций. В агропромысловом комплексе заменена треть профсоюзных лидеров. В установах адукации и навуки 29% культуры – 27%. При этом у Гомельской в области членами этой громадской организации з'являются 96,5% працуючих. Иншая справа, что часто працаваць приходится у доволі складанных умовах. Рынок дыктуе свои правила, им некие необходно уличвать. Для больших эффективных досягнений головной задачи обороны права упрацуючих за справоздачный перет на Гомельщине были заключены два пагаднений помежа балвыканкамам, областным союзам наймальников и областным объединением профсоюзов. Правда, подчас конференции констатуюцца, макчымысті гэтых документов в полном объёме выкарыстовуюцца не заусёды. У першу чергу гэт оттычутся ситуации, які узникают подчас реформаванне предприемства у изменениями формы власності. А праша таго ёс заваги дадзеючых коллектывных договораў, які ў некаторых выпадках з'являюцца формальными документами. І гэта таксама не до працоўка мясцовых правсоюзных структур. Это сегодня, по сути, нормативно-правовой документ, который сегодня дополнительные нормы и социальной защиты, и дополнительные гарантии, и оздоровление, и много-много других вопросов, которые сегодня даже в законодательстве не содержатся, а через коллективные договоры есть возможность, чтобы эти нормы у людей были и помогали им в тех или иных сложных ситуациях, трудных ситуациях жизненных, которые бывают. Сарод основных на керунках дейности профсоюзов правовая работа. За пошние пять годов правовые инспекторы провяли больше 2000 проверок и выявили свыше 8000 порушэнняў законодавства о праце. А праша таго за ГТЧа за правовыми консультаціями у профсоюзы звернулся каля 30 тысяч человек. Почынаючи с 2018 года за потребованы форумы з'являецца провядзенне что-то днёвай промой телефонной линии и профсоюзный телефон-даверу с выкарыстанне мабильных дадатку Вайбер. Увогулі проблемы, які необходны выращать, сёння ёсць практична на усіх предприемствах. Інша справа, што на многих приватных вытворчастях няма профсоюзных пиар-відшек, и гэтую ситуацію необходна выправляць. То, можно сказать, по цифрам, которые, в принципе, и озвучивали в моём сегодняшнем докладе, это более 600 созданных первичных профсоюзных организаций. В основном, это из частного сектора экономики. Более полтора миллиона рублей возвращено незаконно удержанные средства нашим трудящимся. 48 человек в основном на работе. Цифры кому-то, может, покажутся маленькими, кому-то большими, но они есть, действительно, и за каждой цифрой стоит определённая семья и определённый человек, который работает на том или ином предприятии. Это как рубеж, от которого надо толкнуться, идти дальше более уверенно в поступательном движении. Олег Синчеров, Максим Савин, Яугин Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». И в протяге темы. Сегодня же старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Ордас устраивается с коллективом акционерного товарыства «Коминтерн». Приездное предприемство керавника Беларусских профсоюзов усупау со святочным вечером ушанованием працованного коллектива. На «Коминтерне» начинается шарговый працовный год, а тому есть подстава «Зверы-терынтыры». Сегодня акционерное товарыство вырабляет широкий спектр родения от дитяшого до дорослого – все родного ассортименту, куртки и полито. Приклад на 60% вырабленного поставляется на экспорт Россию, Польшу, Францию, Германию. Разом с тем, у опошний час предприемство сотукнулося с мощной конкуренцией сбоку азиатских краин, что премушает шукать додатковые резервы. Об усім гэтым размова подчас наведывания «Коминтерна» старшиней Федерации профсоюзов Беларуси. А про того Михаил Орда рассказывает об некоторых положениях принятого Працовного кодекса и тлумачить, який уплыв яны окажуть на ситуацию в коллективах. Что пишется непосредственно «Коминтерна», то тут уже зараз творены умовы, які гарантують працующим социальну оборону. До речи, амаль 90% – з их женщины. У нас здравпункт, там, пожалуйста, от стоматолога до гинеколога, физиотерапевтический кабинет у нас есть, по самому последнему слову он у нас обустроен, пожалуйста, и мы можем проходить все эти процедуры без отрыва от производства. Это что сокращает время, то же самое. Не бегаешь по поликлиникам, не бегаешь ничего, у нас есть комнаты отдыха. Естественно, соответственно, какие-то выплаты к 8 марта обязательно. У нас 8 марта очень шикарно, мужчины нас встречают в холле с поцелуями, с цветами, с открытками, с поздравлениями, все очень довольны, очень рады. Мелочь, кажется, но приятно. Сегодня у Гомелеву першиню пройшел областный кадетский баль, рытмы вальса, полонеза и мазурки гучали у фае Палац Румянцевых и Паскевича. С удельниками балью познайомилися наши корреспонденты. У Палацы Румянцевых и Паскевича усе 170 кадетов Гомельского кадетского училища. Юнаки у форме, девчины у сукенках, які специально пошили до этой подеи. Тут усе, як повинно быть на сапраудном балі. Распарадчик, госпадыня и классичная музыка. Так было шмат годов тому, и так застається зараз. Сегодня мы проводим первый кадетский бал в стенах дворцова паркова нашего ансамбля. И это очень символично, потому что и князь Румянцев, и князь Паскевич в свое время были учащимся кадетских корпусов и получали кадетское образование. Спочатку полонез, потом минуэт, мазурка, подыграс, полька и вальс. У Гомельским кадетским училища танцам, у тем леку классичным, специально вучать на уроках хореографии. Большаясь выпускников станут офицерами, які повинны не только доброведать свою профессию, али просто быть культурными людьми. Дарыч, и до первого областного кадетского балю, який пройшов по инициативе старшыни, Аблан Канкама, кадеты рыхтовалися каля полутра месяцев. Тренируют нас в актовом зале. Если надо какие-то срочные танцы, нас снимают с уроков, тренируют, репетируем тоже. Все танцы даются легко, если профессионально танцуем, занимаемся. Кадеты изменяют узорные танцевальные коллективы Рогачевского и Жлобинского районов, после яких на паркет знов выходят кадеты. Для многих из них это первый заправдный балль, али вероятно не опошний. Уголовное управление адукации обещает, что в наступном году ее обовязково пройдет снова. Алексей Цюров, Вольга Коновалова, Йоген Макинка, телерадиокомпания «Гомель». Адукация будущего сегодня на базе ГДУ Мяфранциска Скарыны открыли STEM-хаб – науковую лабораторию, различенную на суместную работу старшоклассников и студентов. Разом они будут створать проекты инженерно-технической на керованности. Дмитрий Котов протягни. STEM – это совесть науковых дисциплин и современных технологий. Ассоциация «Адукация для будущего», которая является проводником STEM-адукации в Беларуси, на территории региона працует два года, причем акцент сделан на невеликой городе. STEM-центры созданы в школах Светлогорска и Лельчицев. Наученцы отримали мягчимость с помощью нового обстановления заниматься робототехникой и программированием. Одна из основных, складающих STEM-адукации, тесное взаимодействие средней школы и высшейшей. Тому черговым кроком стало заявление STEM-лаборатории у ГДУ имя Франциска Скарины. И это дареши дозволить значительно усмазнить профорантационную работу. Для факультета это, конечно же, большой шаг. Это важно для факультета, для того, чтобы показать нашим будущим абитуриентам, что у нас есть такая возможность обучать студентов на хорошем оборудовании, чтобы они познакомились с нашим факультетом. И здесь как бы не просто показать о том, что у нас есть, они сами смогут принять участие в этой работе. Заявление STEM-хаба дозволить так само полепшить деятельность ранее иснующих науковых лабораторий на факультете. Если ранее обстановление переважно использовалось у подрыхтовцев курсовых и дипломных работ, то сейчас студентские проекты станут больше масштабными. Головная идея STEM-хаба – взаимодействие школьников и студентов. Разом они должны стать выноходниками, сделать нечто незвычайное, да это неведомое. Будет каждый год объявляться тематика, и дети в рамках этой тематики будут делать определенные проекты. То есть идея заключается в том, что есть команда, в которую входят два школьника, 10-11 класса, два студента, первый и второй курс. И совместно они делают проект. А у проекта есть идея, которая в рамках заданной тематики реализуется, и, соответственно, это небольшой конкурс. Результатом конкурса может являться либо продолжение работы над проектом, например, это может быть при помощи того же Гомельского технопарка, потому что там у них есть бизнес-инкубатор, либо принять участие в каком-нибудь международном конкурсе. Молодым ученым, які будуть працавать над навыковыми проектами, необходно буде пройти попередний отбор. До речи селедние переможцы отримают махчимость проставить Беларусь на Сусветной Олимпиаде роботов у Канаде. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отеля радиокомпания «Гомель». За клопот, теплыню и пяшчоту Жихарку Гомеля Светлану Данцову сегодня узнагородили орденом мати. Врачистая падея отбылась у администрации Чигуночного района. Светлана разом с супругом Паулом выховывая пятерых детей, четырех девочинок и одного хлопчика. Решим, як отзначались счастливые батьки, это далеко не мяжа, на будущее планует пополнение у своей семьи. Высокую узнагороду Светлана Данцова отримала Невыпадкова. Женщина полностью отдая себе семейному житю, развитию детей интеллектуальных и творческих с дольностей. Мати гонориться кожным, навод маленьким их поспехом. И спробуя за все доробить так, как у доме пановала атмосфера радости и утульности. Дети разные. Меня часто спрашивают, сложно или не сложно. Я вам скажу, не сложно. Пять детей, мне кажется, это не сложно. Это действительно прекрасное положение быть мамой пятерых детей. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. В Гомеле пресечена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков. Изъято 600 граммов альфа-ПВП. Еще в конце декабря оперативники наркоконтроля региона задержали четверых молодых людей, причастных к продаже запрещенных веществ через интернет. По месту жительства одного из них было обнаружено почти 550 граммов наркотиков и все сопутствующие атрибуты – весы, изолента и зип-пакеты. К тому же найден ряд закладок на территории областного центра Гомельского и Реческого районов. По информации оперативников, организатором интернет-магазина стал 23-летний ранее несудимый гомельчанин. Это он предложил своим друзьям заработать легкие деньги на тяжелых наркотиках. Крупную партию альфа-ПВП молодые люди привезли самостоятельно из России. К процессу продаж подключили нанятых минеров, которые делали закладки. Сегодня материалы проверки переданы в Гомельский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело. Ревность до добра не доводит. Житель Брагинского района поджег автомобиль нового возлюбленного своей бывшей. Теперь ревнивца ждет ограничения или лишения свободы на срок до 10 лет. События произошли 12 января в самом центре Брагина. Минчанин приехал в райцентр познакомиться с родственниками своей девушки. Однако вскоре молодому человеку пришлось обратиться в милицию. Неизвестный проколол все колеса и поджег его авто. Сотрудники Брагинского РОВД нашли мужчину, подозреваемого в поджоге. Им оказался несудимый 36-летний местный житель, который раньше встречался с девушкой заявителя. Потом она уехала на постоянное место жительства в столицу. Узнав, что бывшая возлюбленная приехала на свою малую родину вместе с новым молодым человеком, парень не смог совладать с эмоциями. По данному факту возбуждено уголовное дело. Погасил ель. Нетрезвый гомельчанин топором обесточил новогоднюю елку в Новобелецком районе Гомеля. Мужчину с поличным задержали прямо на месте преступления. Дело в том, что в то самое время возле ели дежурил милиционер. Он услышал стук, после чего погасли огни. А затем от дерева начал отходить мужчина с топором. Страж порядка тут же задержал похитителя новогоднего настроения. Им оказался 39-летний гомельчанин. Нарушитель спокойствия был нетрезв. Материалы по данному факту переданы следователям. Спасли на пожаре. В Гомеле накануне ночью горела квартира в пятиэтажном доме по улице Международной. Виновника произошедшего удалось спасти. О ЧП сообщили соседи, почувствовавшие запах дыма в подъезде. Спасатели первым делом провели разведку и обнаружили хозяина квартиры в ванной комнате. 52-летнего мужчину передали медикам. Пожар ликвидировали. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. И коротко о других горячих ЧП в регионе за прошедшие сутки. В деревне Белев Житковического района горел сарай. Предположительно, поджог. В агрогородке Тихинище Рогачевского района тушили жилой дом. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении. А в деревне Поповце огонь чуть не уничтожил баню. Пострадавших нет ни в одном из случаев. Все пожары ликвидировали спасатели. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с де-факто. И оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Напределились победители и призеры чемпионата Беларуси по вольной борьбе. Турнир проходил в Минске. В активе спортсменов из Гомельской области пять наград. К сожалению, ни одной высшего достоинства. Ближе всех к верхней ступени пьедестала почета был Евгений Ребиков. В финале весовой категории до 61 килограмма гомельчанин уступил представителю Могилева Владиславу Кайко. Бронзовыми призерами чемпионата страны стали Дмитрий Курзов, Владислав Ковалев, Алексей Пархоменко и Данила Широков. В командном зачете сборная Гомельской области заняла пятое место. Первую строку заняли минчане. Жлобинский «Металлург» не смог поразить ворота юности в домашнем поединке хоккейного чемпионата страны в экстралиге. Первый период оказался безголевым. А вот уже на старте второго усилиями Антонова гости появили. Завершили период минчане еще одной результативной атакой. Отличился Колготин. Начало с заключительной трети также осталось за юностью. Чуть более минуты понадобилось Кашкару, чтобы сделать цифры на табло 3-0 в пользу столичной команды. 16 января к Столиварам в гости приедет другой лидер чемпионата Гродненский Неман. Гомель в этот день играет в Солигорске с Шахтером. Футбольный клуб Гомель завтра начнет подготовку к новому сезону в распоряжении тренерского штаба 21 футболист. Первый учебно-тренировочный сбор продлится до 8 февраля и завершится спаррингом с Мозырьской Славией. Также на 25 января запланирован товарищеский матч с Минском на его поле. А 1 февраля соперником зелено-белых будет Бобруйская Белшина. Игры с Бобруйчанами и Славией пройдут в новом футбольном манеже на стадионе «Луч». Напомню, что в будущем сезоне Гомель будет выступать в первой лиге чемпионата Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин